Сборная команда воспитанников спортивной школы номер 2 приняла участие в соревнованиях по лёгкой атлетике. И несмотря на острую конкуренцию, азовчане показали достойные результаты. У нас продолжается зимний лёгкоатлетический сезон. И прошедшие выходные у нас состоялись соревнования среди юниоров до 16 лет. В перспективе поездка на первенство России в город Тольятти, среди юниоров до 20 лет наша воспитанница Олеся Жавницкая вводит соответственно на эти соревнования. Последние соревнования, заключительные, это будут соревнования в следующие выходные. 4-5 февраля состоится первенство Ростовской области среди девушек и юношей до 14 лет. Также мы надеемся, что наши воспитанники покажут достойные результаты. Алена Сидельник участвовала в многоборье. По итогам соревнований заняла второе место, а также завоевала бронзу в прыжках в высоту. Я принимала участие в соревнованиях в дисциплине в прыжках в высоту и выполняла многоборье. Также я участвовала в чемпионате города Ростова, заняла второе место. И участвовала в первенстве Ростовской области до 18 лет и до 16 лет. Артем Панчоха на первенстве Ростовской области по счастливой случайности занял первое место. Там был мальчик на высоте, который прыгал выше, чем я, так же 165. Но в последний момент я собрался и начал прыгать так же, как и его. Но в один момент он ошибся и задел планку, и я победил. У воспитанников спортивной школы календарный год выдался насыщенным на соревнования. Практически везде наши спортсмены занимали призовые места. Анастасия Стащенко на прошлых состязаниях в беге с барьерами заняла первое место. Я победитель областных соревнований на беге 60 метров с барьерами среди девушек. Мы с тренером очень долго шли к этой победе, но у нас получилось. А в ближайшее время к каким соревнованиям ты готовишься? Я буду выступать на этих выходных на чемпионате Ростовской области. Планирую делать так же 60 метров с барьерами. По итогам областных соревнований по каждой возрастной группе формируется команда Ростовской области, которая примет участие в первенствах России. А они стартуют уже в феврале. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо